МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 февраля в следственный отдел по городу Кимр регионального СК России поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения пожара в доме, расположенном в деревне Рожного, тел двух мужчин. По фактам гибели людей организовано проведение доследственной проверки. Для выяснения причины пожара и гибели в нем людей будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Такие же экспертизы назначены по факту другого трагического происшествия. 23 февраля в сгоревшем доме деревни Кунькино Куалининского района обнаружены тела двух женщин. И вновь на место выезжал следователь регионального СК. Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Авария со смертельным исходом в Олининском районе области на 282-м километре автодороги М9 «Балтия» Киа Церата выехала навстречу, где столкнулась с грузовой сканией. Водитель Киа, женщина 95-го года рождения, погибла на месте. Двугодовалый ребенок, находившийся в легковушке, с места аварии доставлен в больницу. Еще один человек пострадал в аварии на 156-м километре автодороги России в Калининском районе области. В результате столкновения автомобилей «Тойота» и «Ниссан» травму получил водитель «Тойоты», мужчина 83-го года рождения. Региональный следственный комитет еще раз предупреждает жителей региона о мошенниках, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В последнее время случаи, когда мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств и склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств, в нашей области участились. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области предупреждают об участившейся случаях обращения о совершении в отношении граждан мошеннических действий со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов. В разговорах с гражданами мошенники, представляясь сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание граждан. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета либо с целью обезопасить сбережение – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представился сотрудниками силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова